Саяка Сёджи 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 Саяк Сёджи Саяк Сёджи Саяк Сёджи сейчас. Саяка, расскажите, пожалуйста, о самом памятном концерте в вашей жизни или, может быть, о самом важном концерте в вашей жизни? Очень сложный вопрос. Вы помните тот концерт, когда вам было в 16 лет, и это была Генуя, и вы стали победительницей этого конкурса. Вам было 16 лет? Да, конечно, я помню его, но вообще-то это было так давно, но я помню, что на том конкурсе я играла, как на обычном концерте, в том смысле, что я не думала о победе и наградах, потому что по натуре я человек далекий от соперничества, и мне вообще не нравится идея соревнования с кем-либо. Поэтому я просто старалась безупречно выступить, а вовсе не думать о результате. Я просто получала удовольствие от самой игры, и все. Стояка, сколько в год вы играете концертов, и больше у вас концертов сольных, с фортепиано, или с оркестром? Каждый год по-разному. Иногда у меня больше сольных концертов, иногда с оркестром. Я играю концерты, даже не знаю. Мой первый официальный концерт состоялся, когда мне было 14. Наверное, до 22 лет у меня было немного концертов. спасибо, конечно, моему учителю, Захару Брону. Он тщательно отбирал все концертные предложения, которые я получала, просто чтобы я не растрачивала свои силы на все подряд, пока я у него училась. Это было очень важно во время учебы, и я до сих пор стараюсь не перегружать себя, ведь у каждого человека свой собственный ритм. Мой максимум находится в районе 50 концертов в год, и я прошу своего менеджера не превышать это число, чтобы у меня оставалось достаточно времени на жизнь, занятия и на подготовку к каким-то другим вещам. Колин Дэвис, Янсен, Зубин Метта, Владимир Ашкенази, у нас есть долгий список, с кем вы играли. Кто из дирижеров вообще был для вас самым удобным или, может быть, самым значительным дирижером? Первый шаг я сделала благодаря Зубину Метта. Он толкнул меня в мою музыкальную карьеру, потому что он научил меня, что значит быть профессиональным музыкантом. Вообще-то, очень сложно выбрать кого-то одного. Вот так, сходу. Но я с уверенностью могу сказать, что люблю работать с маэстро Лисом, потому что, мне кажется, мы прекрасно понимаем друг друга, и я очень уважаю его как музыканта. Саека, насколько нам известно, вы пишете картины, и, насколько нам известно, у вас уже было несколько выставок. Это значит, вы много пишете? Когда это происходит? В какой момент вашей жизни? И где эти картины можно увидеть? Дело в том, что моя мама художник, и мы стали рисовать вместе примерно с тех пор, когда я начала играть на скрипке. Я одинаково уделяла время и тому, и другому увлечению. 50 на 50. Так продолжалось, пока мне не исполнилось 11 или 12. Именно тогда я поняла, что музыка для меня важнее, и что я хочу посвятить ей больше времени. На какое-то время я забросила живопись. Но потом, когда я переехала в Париж, наверное, в 2006-2007 году, для меня нахлынула страсть одновременно к музыке и к изобразительному искусству. В моем представлении музыка и зрительный образ всегда были неразрывно связаны, и я всегда испытывала к ним необъяснимое притяжение. Для меня, когда я играю или слушаю музыку, важной составляющей является воображение. Нельзя сказать, что я стараюсь специально вызывать в своих мыслях какие-то образы. Это происходит естественно. Для себя я решила, что я хочу осознавать, какие образы приходят ко мне, когда я играю. И именно в этот момент я вернулась к живописи. Просто для себя, чтобы увидеть образы, которые рождаются в моих мыслях. И да, я не пишу картины регулярно, если сравнивать с музыкой, которой я занимаюсь каждый день. Я делаю это под воздействием некоего порыва, когда я испытываю острую потребность. я рисую спонтанно. Наверное, это чаще происходит ночью, так как в это время я не могу играть на скрипке. Все мои работы находятся дома. Я создаю их не с какой-то определенной целью, а просто для себя. Как нам кажется, японцам русская культура ближе, чем русским японская культура, в силу того, что два века Япония была очень закрытой страной. А что для вас самой японская культура? И бываете вы, например, в театре Кабуки? И трогает ли вас, допустим, эта часть японской культуры? Мне понадобится много времени, чтобы объяснить все. Сама я провожу больше времени в Европе. И по этой причине я только начинаю раскрывать японскую культуру в себе с недавнего времени. Конечно, она у меня в крови, и это очень важно. Японскую культуру вообще сложно объяснить одним словом. Что касается Кабуки, не могу сказать, что это мое. Наверное, мне ближе театр Но или музыка. да, я думаю, что японская музыка, то есть традиционная японская музыка, хороший пример того, что мне близко. Ведь в ее основе лежит уникальная философия. наша страна подвержена природным катаклизмам. Мы не знаем, чего ждать завтра. Именно эта идея заложена в основе нашей жизни, культуры и менталитета. Но я думаю, хотя, конечно, современный японский менталитет несколько отличается от того, что было раньше, но традиционно ценить каждый момент жизни это ключевая идея, которая также является общим принципом для исполнения любой музыки. но если вы понимаете, о чем я. Мы также осознаем, что ничто не вечно и ничто не совершенно. Красота не в совершенстве. В Японии мы ценим то, что хрупко, для нас это своего рода ценность. К тому же, через медитативное состояние могу привести хороший пример. Недавно я играла произведение Джона Кейджа для скрипки и японского инструмента Шоу. Это 30-минутное произведение, в котором присутствует длинная нота. Ее исполняет с хронометром и нужно вступать в определенные временные промежутки. Во время исполнения завязывается беседа между скрипкой и другим инструментом. В сущности, мы можем вступать и завершать ноту в любой момент в рамках обозначенного интервала. Поэтому каждый раз получается новая история. Но именно в этом прекрасно отображается японская сущность. Потому что нужно сосредоточиться на ритме, на каждой ноте, которую слышишь. Можно даже услышать дыхание другого музыканта. во время исполнения мы то приближаемся, то вступаем в борьбу, то отдаляемся друг от друга. Мы сами не знаем, что произойдет. Важным является момент. И во время этого процесса ты полностью забываешь о себе. самое главное, что мы совсем не думаем о своем эго. Мы фокусируемся на том, что происходит в данный момент или в чьей-то жизни. я считаю, что этот принцип также важен для исполнения классической музыки. классической музыки. Ну вот мы знаем, что вы любите музыку, живопись. А что для вас еще является предметом вашего пристрастия, вашего интереса, любви? Может быть, еще что-то в жизни? Не знаю, кухня или там кататься на лыжах? Да, я люблю готовить, люблю поесть и, пожалуй, читать. А что вы читаете тогда? Что вы любите читать? И что вы читаете сейчас? Сейчас я читаю японского автора. Вообще я читаю разнообразную литературу. Из русских писателей меня очень впечатлили Достоевский и Булгаков. Я очень люблю Камю, Мишима, многих других писателей. Сложно назвать какого-то одного автора. Но для меня очень важно подпитывать мир своего воображения. Саяка, вот в нашем интервью было очень интересное место, когда вы сказали, что для вас, как и для любого японца, важно мгновение, каждое мгновение жизни и хрупкость этого мгновения. А когда вы чувствуете себя счастливой и что для вас вообще счастьем является? важным вопросом. О, это очень глубокий вопрос. я думаю тут как у всех это все что преподносит нам жизнь каждый день я ценю каждую мелочь пожалуй то что я вижу в друзьях в тех кто меня окружает и с кем я просто пересекаюсь я ценю все что прекрасно и конечно же я счастлива когда играю на скрипке да так было и есть с тех пор как я начала заниматься музыкой действительно каждый раз когда я сталкиваюсь с трудностями я просто уединяюсь и начинаю играть а а а а а и а и а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok